В основном освоение территории будет построено и введено в эксплуатацию 16 домов, полностью отвечающих современным требованиям по экологии и эффективности. Общая площадь составит около 50 тысяч квадратных метров. Квартиры будут построены площадью, которая варьируется от 40 до 63 квадратных метров. Сегодня мы запускаем инвестиционный проект по группу фондов в соответствии с строительным и жилищно-коммунальным реформам территории жилья, построенного на территории Иннополиса, государственным жилищным фондом и президентом Республики. Во-вторых, чтобы у людей была возможность проживать уже в настоящее время в обустроенном жилище, обеспеченной бытовой технике, комфортными условиями проживания. И в дальнейшем мы создаем дополнительную программу, возможность люди накапливать средства и желающим приобретать жилье. Плюс эта программа в том, что человек всегда понимает, какие у него условия по последующему проживанию, по жилью в этой территории. На самом деле, я в первый важный момент хочу поблагодарить руководство Республики, Тарат Микрадович лично, что пригласили меня в эту программу, что, надеюсь, мы сообща этот проект доведем до реального запуска, когда будут люди проживать и, скажем так, получать удовольствие от проживания, от работы и отношения. Честно говоря, это все равно, что родного ребенка даешь еще другие руки на воспитание. Но мы договорились, как и бывает, когда ребенка даешь учителю, кости мои, а мясо его. Поэтому, я думаю, схелет не сломается, а вот мясом, как обраститься, наверное, это будет зависеть от совместной работы. Прикосу, что осталось отмехать сегодня? Самое важное, что состоялся достаточно крупный проект в точке реализации. Он оценится сегодня более 2 миллиардов, 800 миллиардов рублей, которые мы должны сделать. Самое главное, это не надо забывать, что мы имеем дело с пионерным поселком. Это город, который будет, а если вы не живете, то это пионерно живете. Он, я уверен, будет иметь несколько, скажем, судеб, как у человека детства, юного сотрудничества и так дальше. Вот мы сейчас как раз запускаем жилье. Он должен, во-первых, принять первых специалистов. Во-вторых, не надо забывать, что в системе обслуживания надо построить город, коммунальное хозяйство ввести, надо власть организовать в этом городе, куда может человек обратиться. Ну и плюс, конечно, мы сразу говорим, что это не есть социальный проект, это высокотехнологический сам проект Иннополис. Мы рассчитываем на серьезные умы, которые могут зарабатывать много и тратить также, в принципе, удовольствие.